Россия История в лицах Щелкальщика Щелкунчик Чайковского, наверное Ага Ну, а ты что-то не рад? Ну, мне не хочется что-то Почему же? Не знаю Это скучно Что они там танцуют? Да, Алексей Мне бы тоже было скучно, если бы я так размышлял А ты знаешь, когда бывает интересно? Да, интересно, когда мне нравится А чтобы нравилось и было интересно Надо понимать, что происходит, так? Ага Но я ведь не хожу в танцевальный кружок Откуда мне разбираться в балете? И в музыкалке на пианино я только год учился Уже все забыл Знаешь, первое, что нужно Это не ходить на балет таким мрачным А приготовиться что-то понять Самому захотеть понять, услышать Тогда вот и будет интересно Еще, конечно, нужно немного знать Я сам-то не специалист по балету Но думаю, что смогу тебе немного помочь с этим И рассказать о Петре Чайковском и его музыке Раз уж такое дело Ну, давай С малого возраста в Чайковском появилась тяга к мелодиям и звукам В родительском доме было много музыки Но будущий композитор, еще не осознав своего призвания Поступил и окончил училище в Петербурге, став чиновником Юридическая государственная служба Была для него тягостна, но служила источником к существованию На завтра по службе нужно будет составить письмо графу А еще узнать о продвижении вопроса О высочайшем разрешении А еще из канцелярии присылали бумагу И нужно будет составить ответ И придется ехать с ней на попись министерства Ах, никак не идет из головы последний вечер в театре Вот такой оркестр Такие гармонии Петр Ильич, Петр Ильич, погодите Идет преподаватель из музыкальных классов О, здравствуйте Здравствуйте Я слышал, вы стали учиться у нас композиции? Это так, господин преподаватель Я поступил в должность в министерстве юстиции А музыка, композиция, фортепиано Занимаюсь, когда есть время А не думали ли вы, Петр Ильич, оставить вашу службу И окончить консерваторию? Не знаю, возможно ли это Я... я хотел бы, но... Я вижу, что вы можете Я слышал вашу импровизацию Видел ваши успехи в учебе Поверьте мне, оставьте службу Займитесь музыкой Наконец, трудное решение было принято В 21 год, уже имея профессию и заработок Чайковский поступил в Петербургскую консерваторию И оставил все другие занятия Родственники и близкие его были огорчены Но музыка была его призванием И он последовал за ней С тех пор его жизнь была посвящена музыкальному труду и творчеству Как понять, музыка была его призванием? Человек рождается с каким-то призванием Способностями, талантом К чему-то его тянет И это у него получается хорошо Но почему тогда он не сразу пошел учиться музыке? Понять свое призвание бывает не так просто На этом пути встречается множество сомнений и препятствий Даже когда ты уже идешь по нему Бывали такие минуты у Петра Чайковского И даже в расцвете его таланта Ай, что же делать? Что же делать? Я ничего не могу написать больше Что с вами, барин? Ах, Назар Зачем эта музыка? Сколько написано Я... Я все брошу Я все брошу И выйду в каменщики И чтобы еще раз я сел за этот Невозможный инструмент Будет вам, барин Уж куда приятнее на клавиши жать Нежели камни таскать Ай, Назар Что ты говоришь? Ты... Ты слышишь? Помилуйте, ночь на дворе Что мне слышать? Вот Субтитры создавал DimaTorzok У Чайковского был достаточно переменчивый характер И порой на него находила хандра Бывали в его жизни различные трудности Минуты, минуты уныния Или даже целые месяцы Когда казалось, что ничего больше не напишется Порой исполнители На которых Петр Чайковский надеялся Вдруг отказывались играть его концерты Но сквозь все это Чайковский продолжал Творить музыку Его перу принадлежат Несколько балетов и опер И Евгений Онегин По пушкинским мотивам И Лебединое озеро И Щелкунчик Известные шесть его симфоний А также другие вещи Но почему писать музыку Может быть сложно? Что у него могло не получаться? Могло не получаться Леша написать именно то, что он хотел Ведь композитору важно написать Не просто красиво Он выражает более глубокие вещи в нотах Серьезная музыка Она как картина Или как книга Ее можно читать Не понимаю Как же он ее так пишет Что можно читать? Любую музыку можно читать, Леша Понимать, что в ней заложено Чувствовать Кое-что Чайковский и сам писал об этом Его четвертая симфония Была посвящена Надежде фон Мекк Женщине, которая покровительствовала музыкантам и композиторам И много помогала Чайковскому Высылая деньги на разные нужды Сами музыканты часто были безденежны Даже когда известны Чайковский и фон Мекк никогда не виделись Но переписывались почти 13 лет До самой смерти композитора Любезный Петр Ильич Опасаюсь, что не смогу точно уяснить ваших музыкальных терминов Но мне чрезвычайно хотелось бы знать Каков процесс вашего сочинения И как вы пишете музыку? Эх, дорогая Надежда Филаретовна Художник, музыкант, артист Всегда живет двойною жизнью Общечеловеческую и артистическую Причем обе эти жизни текут иногда не вместе Если первая жизнь не подавляет вторую своими грустными случайностями То остается только слушать и повиноваться внутреннему голосу И работа идет с непостижимой легкостью Рассказать же вам минуты вдохновения нет никакой возможности Душа трепещет от какого-то сладкого волнения Это вдохновение Оно непостижимо и невыразимо Ну, получается, что и сам он не может объяснить, как он пишет Вдохновение – это большая тайна, Леша Это почти нельзя объяснить, но можно испытать Что же все-таки значит читать музыку тогда? Уметь читать ноты? Нет Читать музыку Значит, понимать ее Композитор вкладывает в мелодию не просто грустные или радостные чувства Он пишет образы Порой ты слушаешь и вдруг видишь Старинный бал А вот битва А вот путник в лесу Слышать, различать и понимать образы непросто Но именно это и будет Открывать тебе музыку и танец и другие искусства, Леша Вот так, надеюсь, ты и не заскучаешь на балете Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Россия. История в лицах.